добрый вечер уважаемые участники рад всех приветствовать на нашем новом вебинаре вместе с александром элдером каждый месяц в конце месяца мы встречаемся обсуждаем рынок смотрим что произошло и также обсуждаем идеи которые появляются с точки зрения трейдинга на фондовом рынке и на других также активов а прежде чем мы начнем несколько слов от меня ну во первых это как всегда предупреждение о рисках всегда важно помнить что торговля инвестиции трейдинг они всегда связаны с рисками и в этом тоже важно разобраться но не зря здесь сейчас перед вами такой большой текст поэтому это крайне важно для того чтобы как раз это понимать для тех кто присутствует вероятно впервые на нашем вебинаре на который мы проводим расскажу несколько слов о компании admiral markets admiral markets является брокерской компанией мы предоставляем сервис для трейдеров для инвесторов то есть эта возможность именно инвестировать фондовый рынок да в акции vtf также и заниматься спекуляциями на валютном рынке фондовом рынке до спойм кредитного плеча и вы для себя можете это регулировать мы на рынке уже 19 лет вы кстати 5 марта у нас будет день рождения это уже будет 20 лет и по нашей компании то есть мы предоставляем сервис как раз в разных юрисдикциях мы работаем имеем достаточно большое количество лицензий то есть это и британия и кипр и австралия и европейские лицензии поэтому здесь каждый трейдер который с нами работает может выбрать то правовое поле которое для него на более подходящее в своей работе мы уделяем большое внимание как раз обучению поэтому мы рады что александр каждый месяц к нам присоединяются делиться своим опытом поэтому для себя чтобы у вас также были ссылки которые вы сможете использовать и после данного вебинара а сейчас я в чат приложу ссылку на наш youtube канал во первых там будет появляться запись этого вебинара если в какой-то момент его на пропустите например этом следующем месяце то вы сможете его там найти поэтому рекомендую подписаться а также рекомендую подписаться на телеграм-канал admiral markets там мы делаем оперативные уведомления о наших вебинаров о записях то есть ну там фактически такое вы всегда получите информацию о том какой вебинар планируется когда подгружается запись и на тоже не пропустите эту информацию со своей стороны это все теперь я хотел бы передать слово александру как я и говорю что мы каждый месяц я и наши слушатели с нетерпением ждем этого вебинара я получаю огромное количество писем с вопросами с пожеланиями с добрыми пожеланиями то что мы видим тоже и в комментариях на нашем youtube канале поэтому александр с нетерпением так передаю слово вам и мы можем начинать спасибо большое роман и спасибо как всегда за приглашение выступить на вашем вебинаре поскольку живу я в горах в вермонте и по-русски здесь поговорить просто не с века нет жена по-русски знает 20 слов так что это не беседа приходится общаться на иностранном языке а кроме того эти вебинары хороши еще для меня тем что вопросы которые возникают вопросы которые приходят вот наших участников заставляют меня сильнее сфокусироваться потому что когда один сидишь перед экраном делаешь сделки очень легко перейти на какую-то инерцию так толкнул сюда толкнул сюда а когда вот такой конкретный вопрос с ответственностью за свой ответ то это конечно совершенно другая песня так что спасибо вам большое очень интересное время сейчас на американском фондовом рынке я вижу вы поставили график s&p 500 на рынке мы в бычьем рынке смотрим если на месячный график где каждый каждый штрих это месяц не надо показывать он идет тренд идет вверх и простейшим определитель тренда это скользящие средние значит они поднимаются смотрим на недельный график тренд идет вверх он идет вверх уже где-то порядка 10 месяцев ребенка можно было родить на на недельном графике слева то есть рынок упал колоссально когда начался когда загремела по миру эта пандемия когда началась никто об этом не знал потому что китайцы это дело прятали под ковер начали блокировать транспорт транспорт внутри страны но разрешали международные полеты неограниченно то есть что идея была чтобы заразить весь мир чтобы все были сказать чтобы чтобы не было чтобы не было негатива у них а мы все радовались покупали путешествовали покупали акции и только в марте как то все проснулись и рынок загремел вниз но в апреле он уже выровнялся и пошел вверх и на недельном графике мы видим что идет четкий тренд вверх рынок периодически поднимается в зону верхнего конверта а потом наступает коррекция и он падает опускается в зону ценности то что называют зоной ценности зоны между двумя скользящими средними и именно такое падение произошло как раз на прошлой неделе рынок достиг на предыдущей неделе самой высокой точки за свою историю жизни в америке также в некоторых во многих других странах и после этого началась коррекция и если мы сейчас посмотрим на правый график там где дневной то мы видим что коррекция шла тихо и спокойно и вчера рынок на рынке наступил глубокий обвал он почти достиг нижнего конверта но 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 председатель секретарь и глава федеральной резервной системы джером паул выступал перед конгрессом а по закону у него значит 2 у этой организации федеральную федеральную резервную систему у них две задачи это минимальная безработица и максимально стабильный уровень цен один мой приятель пошутил сегодня а третья обязанность поддерживать рынок акций но это шутка но тем не менее крепал выступал он сказал сейчас учетный процент в америке очень низкий практически практически возле нуля и одну секунду я потерял это изображение графика стал выключать почту чтобы нам не не мешалось все пошел учетный процент и роман я надеюсь вы возражаете немножко такой экскурс фундаментальный анализ да хотя я конечно не специалист по фундаментальному анализу но главное одна из двух главных задач федеральной резервной системы минимальная безработица и поэтому они это поддерживают тем что накачивают деньги в систему накачивают деньги в систему если вы хотите купить дом взять ипотеку в рассрочку то сейчас ипотеку штатах можно получить меньше чем за два процента годовых на 15 лет да то есть вам гарантируется что вы будете платить два меньше двух процентов годовых в течение 15 лет выплачивая свою ипотеку в результате этого колоссальная занятость в сфере строительства очень трудно найти рабочих и во многих других сферах но но стали стали падать облигации то есть люди стали бояться что облигации не имеет смысла держать ну что учетный процент такой низкий и поскольку очень много гособлигаций то возник страх что правительство сейчас что федеральная резервная система начнет поддерживать поддерживать облигации слегка подстегнув вверх учетный процент не будет больше двухпроцентных ипотек но паул выступал вчера и он сказал что на предвидимое на предвидимое будущее никаких перемен в политике не ожидается финансовой политики не ожидается и учетный процент останется таким каким он есть каким он был последний собственно год и рынок просто встал на задние лапы рванул вверх закончил вчерашний день с небольшим плюсом где-то S&P вверх 5 пунктов дау вверх 30 пунктов ну мелочевка но самое главное что этот колоссальный спад был полностью разворочен а сегодня как вы видите на дневном графике рынок S&P и все другие индексы прут вверх один из главных индикаторов один из главных индикаторов за которым я слежу на американском рынке к сожалению трудно найти на международных рынках можно можно самому построить но в штатах это очень просто это есть на линии это индекс новых высот новых низов вы знаете роман если вы не возражаете переключитесь на меня на секундочку и я покажу я хочу показать нашим участникам вот эту вот страничку новых высот новых низов я сейчас остановил демонстрацию вы можете включить окей спасибо так 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 сюда share screen и я хочу показать вот этот экран share screen вам вам виден мой экран сейчас пока нет одну секунду одну секунду одну секунду а share вот да все теперь 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 чудеса нажимаешь маленькую кнопку и большая разница почему это так вот смотрите это страница на которую я захожу ежедневно на которую я захожу ежедневно цена доступа невысокая ноль там можно взять элитный доступ это за деньги там всякие бенефиты но но который у меня есть появился пару лет назад элитный доступ я его взял но много-много лет я пользовался обычным доступом значит компания называется bar chart кстати владелец компании был женат на одной моей знакомой эстонке дочки моего однокурсника из стартов тысячи лет тому назад но так романтика и эта компания bar chart дает массу всякой информации и вот в частности я всегда иду на эту страницу которая называется new high new low и он показывает сколько на рынке сколько из акций которые котируются на рынке а их много их более более трех тысяч ближе более четырех тысяч этих акций сколько их котируется на рынке и сколько из этих акций на сегодняшний день достигли новой высочайшей точки за определенный период времени значит стандартные все смотрят на пятьдесят две недели значит если мы смотрим вот на эти две строчки то сегодня четыреста сорок три акции это десять процентов всего персонал так сказать четыреста сорок три акции достигли рекордной высоты за последний год за последние триста шестьдесят пять дней и одна акция упала на рекордно низкий уровень есть какой-то намек да кто сильнее чуть-чуть быки или медведи да другой диапазон куда я всегда смотрю это три месяца квартальный ежеквартальный диапазон значит за последние три месяца на сегодняшний день семьсот шесть семь ноль шесть семьсот шесть акций достигли новой рекордной высоты за три месяца и пятьдесят три акции копейки упали до нового минимума за три месяца и наконец я смотрю на месячный график на месячную таблицу на сегодня восемьсот пятьдесят три акции то есть двадцать процентов всех компонентов биржи восемьсот пятьдесят три акции в данный момент котируется на самой высокой точке где они были за последний месяц и сто одиннадцать акций котируются по низам я дам вам сейчас экран роман просто хотел поделиться хотел поделиться с нашими участниками таким нестандартным методом отслеживания а кто сильней а кто сильней на бирже естественно строится график скапливаются эти данные и так далее и так далее и так далее поэтому поэтому вчера в одномесячном диапазоне во время вот этого грубого падения вчерашнего было больше новых низов чем новых высот в месячном диапазоне сегодня как видите все развернулось восемьсот новых высот и только сто новых низов то есть все коррекция закончилась и очень интересный графический сигнал то что вы видите у правого края я это называю хвост кенгуру хвост кенгуру то есть вы видите такой довольно плотная плотную ткань цен и вдруг вываливается из этой ткани такой вот хвост на один бар и возвращается а на следующий день идет в обратную сторону это один из самых сильных сигналов разворота на рынке вы видите такой сигнал был в декабре где-то треть времени примерно тому назад дальше 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 раньше вот 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 еще чуть-чуть раньше еще чуть-чуть на недельный график то там мы видим хвост кенгуру в середине вот здесь чуть-чуть левее вот здесь вот хвост кенгуру и в какой-то степени это не самая классическая форма на мартовском апрельском донушке прошлого года что-то вроде хвоста кенгуру но не классическая форма возвращаемся к генному графику этот график сигнализирует о том что коррекция на рынке закончилась и продолжается тренд вверх и естественно лучше играть на повышение в данной ситуации всегда можно найти акции которые можно закоротить 111 акции сегодня делают новые низы но тем не менее плыть проще по течению течение сейчас идет вверх немножко длинный доклад о рынке S&P так что Роман что еще вы хотите посмотреть давайте оставить следующие графики спасибо большое Александру то есть как раз такой экскурс в то что сейчас происходит это всегда очень полезно как раз всегда с этого начинаем вот а сейчас я добавил давайте посмотрим DAX у нас есть у нас есть кенгуру которые говорят по-немецки значит мы видим вчера вчера был хвост кенгуру на немецкой бирже на дневном графике а до этого мы видим что в декабре было два хвоста кенгуру папа и мама кенгуру и после них как вы видите то есть это показывает что понимаете у меня есть друг и он мой деловой партнер Кирилла Ворн он говорит он думает он представляет себе рынок как такую мелкую зверушку слепую которая которая ест сделки ест кормится тем что ищет где есть сделки и вот эта эта зверушка идет то вверх то вниз слепая просто ищет где больше сделать когда вы схакивает вот такой вот хвост кенгуру это показывает что зверушка сиганула вниз а там еды мало было ну если там было мало еды куда она дальше сиганет опять вниз очень вряд ли скорее всего вверх вот такой хвост кенгуру то есть хвост кенгуру на американском рынке и мы видим хвост кенгуру на на рынке немецком и это кстати можно отслеживать на рынках отдельных акций на рынках фьючерсов это такой универсальный сигнал построенный на массовой психологии толпа рванулась в одну сторону а сделок там не оказалось теперь будем рваться в другую сторону следующий график давайте посмотрим евро доллар знаете я в таких случаях говорю разбудите меня когда это кончится потому что на недельном графике евро доллар оценен правильно да то есть зона между медленной и быстро скользящими средними между синий и красной линиями синий это медленная скользящая средняя красная это быстро и евро сидит евро доллар сидит в принципе чуть-чуть переоценен чуть-чуть смотрим на дневной график то же самое чуть-чуть выше чуть-чуть переоценен я всегда ищу я люблю сделки по экстримам я ищу сделки когда рынок ударит какую-то сторону откажется в эту сторону идти и вот тут-то возникает вот-вот-вот то что мы покрутили сейчас мышкой вот так вот да у рынка случился депрессивный у евро доллара депрессивный эпизод и он вышел за границу конверта и начал возвращаться как только начинает возвращаться у нас есть сигнал вверх да сейчас сейчас рынок в общем правильно оценен есть но я всегда себя спрашиваю я себя говорю люди которые слушают тебя ожидают мнение что это все-таки как лучше вверх или вниз ты сказал что сам ты не стал поиграть ни в ту ни в другую сторону потому что рынок в принципе правильно оценен чуть-чуть переоценен только немножко но если бы мне сказать кто-то приставил пистолет в голове и сказал алекс ты должен сделать сделку по евро доллару и все ты должен сделать такую сделку и уехать из города на неделю на две недели то я посмотрел был на недельный график и я увидел бы что на недельном графике все-таки последний последний важный сигнал был хвост кенгуру когда евро доллар ударил вниз в зону ценности ему то мне понравилось он развернулся и стал подниматься то есть хороший сигнал был две недели три недели тому назад но все еще продолжает подниматься три недели от сегодняшнего дня я имею ввиду а если вы посмотрите чуть-чуть ниже на индикатор MACD то вы видите что он опускался был красным да и в эту неделю вот он стал зеленым то есть подтверждает то что медвежий что медвежий коррекция закончилась поэтому если бы я если бы был бы вынужден был бы обязан делать ставку на евро доллар то я конечно играл бы на повышение спасибо александр также интересно услышать ваше мнение по золоту оно сейчас продолжает падать вы знаете чем отличается чем отличается чем отличается трейдер от домохозяйки домохозяйка ходит скажем раз в неделю в супермаркет закупать продукты на неделю вперед и допустим она покупает там баночку консервов каких-то каждый раз и это баночка стоит доллар и она идет в супермаркет в очередной раз а там рекламка висит при входе сегодня или на этой неделе распродажа вот эти вот консервы три баночки за два доллара так как вы думаете сколько она купит так же как и раньше она скажем она всегда покупает три баночки по доллару а сегодня три баночки за два доллара вы думаете она опять купит три баночки или все-таки возьмет шесть или девять чтобы запастись на будущее и сэкономить вот так вот ведет себя домохозяйка трейдер идет по улице и видит рекламу в окне в витрине магазина шикарные туфли балли обычно 200 долларов за пару сегодня 150 он забегает в магазин снимает свои ботинки и говорит все купите мои играет на понижение я хочу я хочу торговать как домохозяйка поэтому я смотрю на этот рынок золотой вы не могли бы привести роман горизонтальную линию на недельном графике на недельном графике горизонтальный уровень на уровне предыдущего донышка то есть вот не сегодняшний не последнего а вот предыдущего вот здесь вот здесь спасибо значит что мы видим золото упало до это было 1760 долларов упало туда скакнуло вверх что-то сегодня сплошные хвосты кенгуру и хвост кенгуру вверх да золото разворачивается падает вниз и на прошлой неделе пробивает предыдущую предыдущие низы пробивает предыдущие низы все тренд вниз как бы не так как пробил так и вернулся и закрывается выше вот это уровни поддержки уровни поддержки поэтому я бы сейчас ориентировался на поиск покупки золота не обязательно сегодня или завтра но по-моему мы приближаемся к очень положительной возможности покупки здесь смотрим на на систему на импульсную систему это ниже цен вот эти вот штрихи стоят они и с красными стали синими да значит тренд вниз закончился сейчас тренд стал недельный нейтральным индекс силы в самом низу поднимается переходим в дневную графику и нет никаких четких сигналов я бы я бы очень хотел увидеть еще какое-то небольшое падение с легкой бычьей дивергенцией которой в данный момент нет но я не вижу сигнал на покупку сегодня или завтра но когда я смотрю на недельный график золота когда я вижу в прессе насколько насколько все разочарованы в золоте насколько все боятся и в то же время я вижу этот ложный прорыв вниз то мой подход я каждый день смотрю на этот график и думаю надо будет отовариваться где на сегодня этой точки еще не вижу спасибо и наверное завершим вот такой обзор ну скажем так основных инструментов нефтью нефть марки бренд есть есть американская песня тебе не нужен синоптик чтобы знать куда дует ветер все что я могу сказать про этот график очень очень старая очень старая песня была такая группа городских повстанцев они себя называли короче они в честь этой песни себя называли синоптиками но тебе не нужен синоптик чтобы понять куда дует ветер все что я могу сказать про этот график надо играть в направлении ветра не надо быть не надо себе зарабатывать горе от ума о слишком высоко поднялась нефть выше не может а кто знает куда она может нефть да нефть очень высока купил бы я сегодня ни в коем случае почему нет потому что нефть сейчас торгуется выше конверта для меня это запретная зона у пациента маниакальное состояние я с маниакальными пациентами не бегаю но вот этот график стоит себе пометить или в электронной форме или просто распечатать и повесить на стенку и когда нефть начнет падать в район зоны ценности а здесь мы видим это происходило в ноябре это происходило опять в конце ноября левее немножко да ноябрь потом конец ноября следующее падение потом это произошло в декабре потом это произошло в январе потом это произошло в феврале и нечто очень похожее произошло вот совсем недавно в конце прошлой недели в пятницу пропустили ну и как вы думаете это будет последнее падение после этого будет полный разворот вниз и конец сбычьего рынка нефти это было бы слишком нагло сказать я знаю куда пойдет рынок на который смотрит весь мир рынок рынок идет вверх вам не нужен синоптик чтобы сказать в какую сторону дует ветер но вам очень стоит присматриваться продолжать присматриваться к этому графику где находится зона ценности вычислять каждый день занимает полминуты и немножко ее экстраполировать а где завтра будет эта зона ценности да то есть допустим если сегодня зона ценности начинается на 63 доллара и 40 центов а вчера она начиналась на 63 доллара и 20 центов то завтра она начнется на 63,60 плюс-минус чуть-чуть да и вот там стоит поставить приказ на покупку знаете как удочку закинуть в воду закинул удочку в воду и может быть к людям а если нет то завтра посчитаем опять где будет кромка воды и опять закинем вот так вот спасибо большое извините пожалуйста я только хочу сказать пожалуйста пожалуйста не принимайте это как конкретное руководство к действию почему потому что я не знаю ваших финансовых возможностей вашего временного диапазона как скоро вам понадобятся деньги я не могу вам дать конкретного совета покупать или продавать я могу только сказать что что я вижу и в некоторых случаях что я собираюсь сделать то есть я думаю вслух перед вами но я ни в коем случае не даю вам совета там покупай это продавай это да ну спасибо большое вам Александр за вот обзор основных инструментов я думаю что сейчас мы можем подвести как раз итоги прошлого конкурса да посмотреть какая акция у нас показала лучший всего результат с прошлого месяца с прошлого вебинара и тогда уже перейти к тем акциям которые наши участники оставляли в комментариях на ютуб канале и посмотреть их я сейчас открыл себя вы открыли отлично я открыл я открыл полный список то есть да мы не все акции успели разобрать и не все акции успеем разобрать я думаю что сегодня но в любом случае все акции которые вы присылаете я учитываю они учитываются в нашем конкурсе подробнее про конкурс я расскажу еще в конце что бы я хотел сказать ну во первых у нас было достаточно много шортов да больше чем обычно как раз которые предлагали в прошлом месяце и было достаточно большое количество результатов которые не показали ну положительного результата то есть мы брали цену входа на 28 число то есть это когда был последний вебинар и цена выхода это как раз за один день до нашего сегодняшнего вебинара и такая же логика будет для следующего конкурса были акции которые просели там на 42 процента на 34 процента которые предлагали слон да то есть была сильная коррекция но в этот раз победил Дмитрий Судаков который предлагал акцию fees и я на насколько помню по ней был достаточно большой short float на тот момент когда мы ее смотрели и она может быть это была другая акция но тем не менее то есть акция предлагалась в short там из 78 она упала на 47 и порядка 39 процентов составила движения ну наверное в первую очередь важно что у Дмитрия да этот результат удался то есть то что Дмитрий скажем так победил в нашем конкурсе да то есть таком в нашем небольшом конкурсе джентльменском конкурсе это будет приятный для него сюрприз то есть мы подаем Дмитрию книгу с автографом Александра с его пожеланиями поэтому Дмитрий со своей стороны я вас поздравляю да в этом в этой победе и обязательно вам тоже напишу если вас нет сейчас здесь я напишу на ютуб канале мы с вами обязательно свяжемся Александр что-то бы хотели добавить вот именно по акциям я я хотел показать график этой акции сейчас тогда тогда смотрите я вот здесь у меня еще есть сразу список тех акций которые мы будем разбирать сегодня ну на тот случай чтобы как раз посмотрели то есть все которые предлагались да еще раз мы скорее всего не все успеем разобрать но все акции которые сейчас перед вами они участвуют в нашем конкурсе тогда я останавливаю демонстрацию экрана у себя и передаю его вам спасибо большое все мы видим вот это вы знаете это акция это акции физ и это это ситуация с действительно молодая компания которая делает которая которая не очень молодая но очень которая делает прохладительные напитки получилось горячительное ралли вы знаете опять таки хвост кенгуру не классическая форма но тем не менее хвост кенгуру на недельном графике когда я смотрю на такие когда я смотрю на такого типа графики и вижу что акция котируется где-то по 45-46 долларов и вдруг она подскакивает до 100 долларов и возвращается тут же ясно был какой-то истерический всплеск ей нет цены в 100 долларов ее цена ее цена в половину ниже и когда такая акция начинает опускаться вот из такой стратосферы то я люблю ее коротеть я к сожалению не закоротил эту акцию но закоротил много других похожих я вам покажу к примеру например акция у которой тоже был сумасшедший всплеск это канадская акция марихуана Чил Рей похоже да немножко недельный график и на дневном графике причем коротил вот здесь уже внизу то есть она котировалась по 30 долларов а была 70 хочет какие-то срочные сделки или что еще там было компания блинк это одна из компаний нашей новой так называемой зеленой экономики которая значит будет ставить везде зарядные устройства маленькая проблема компания существует много лет и каждый год теряет деньги еще не заработала не заработала ни копейки но его цена подскочила за последний год от пяти долларов до шестидесяти долларов когда она стала опускаться когда она стала опускаться я не угадывал что она слишком высоко но когда она стала опускаться я там поиграл на понижение просто пример того что когда Когда вы видите сумасшествие на рынке, то стоит помнить о том, что сумасшествие долго не длится. И когда вы видите вот такую сумасшедшую деталь, я вернусь к этому рынку, участник нашего вебинара поступил совершенно правильно, закоротив это. Соревнование очень трудное. Трудное потому, что у вас нет возможности управлять своей сделкой. Вы даете свой тикер, сделка начинается со дня вебинара и заканчивается где-то перед следующим вебинаром. То есть у вас нет полезной физкультуры подать сделку, но это, конечно, гораздо труднее победить в этом дружеском соревновании, в этом вебинаре, чем на настоящей сделке. На настоящей сделке легче сделать деньги. Вы знаете, мне это напоминает, в Советском Союзе была такая пара Белоусова и Протопопов, вы, наверное, не знаете уже. Они были фигуристами, чемпионами Советского Союза, Европы, мира и Олимпийских игр по фигурному кайтанию. Но потом оказалось, что они не наши люди, они были в какой-то заграничной поездке и сделали ноги, бежали из Советского Союза. И они до сих пор работают, они тренеры по фигурному кайтанию, очень успешные. Когда они в молодости готовились ко всяким соревнованиям, они надевали себе на запястье и на лодыжки толстые металлические браслеты, тяжелые. И они тренировались в тяжелых браслетах. А когда выходили уже соревноваться, естественно, без браслетов, летали как птицы. Так что наши соревнования – это как тренировка в тяжелых браслетах. Сделка должна быть легче. Давайте перейдем к акциям, которые вы прислали. Я постараюсь пойти побыстрее, потому что не хочется ничего пропускать. Я все думаю, Роман, нам надо придумать какую-то систему по упрощению, по сокращению вот этих подач. Но мы еще хорошие методы не придумали. Apple Computer. Что происходит сейчас на рынке? Рынки такой тяжелой, большой экономики, которые тащили этот рынок вверх с апреля прошлого года, они сейчас себя ведут плохо. А новые акции начинают подниматься. И вот эта акция Apple тяжело упала за последние две недели. Вот как она выглядит на дневном графике. Импульсная система. Красная на дневном, красная на недельном. А для меня это как красный сигнал. Я стою у железнодорожного переезда и вижу красный сигнал. Я не поеду. Я только хочу показать еще одну компанию. Не знаю, кто-то подал ее или нет. Tesla. Как вам это нравится? Недельный график. Возможно, это будет опять на следующем графике. Хвост кенгуру. Сегодняшняя тема. Я не знаю, как будто из Австралии кто-то прилетел. Сплошные хвосты кенгуру. Смотрим на дневной график. Да, на дневном уже есть хвост кенгуру. Но что хочу вам сказать. Что Tesla, которая была лидером, лидером бычьего рынка, на данный момент котируется дешевле, чем она котировалась на 1 января. В условиях 2021 года Tesla потеряла деньги. Tesla хоть выглядит немножко лучше, чем Apple. Tesla голубая на синяя, голубая на дневном графике. Apple совершенно красный. Я пропустил. А еще Эдуард написал Amazon. Смотрим всех зубров. Кстати, основатель Amazon уходит на пенсию. Слово. Собирает это какую-то роль? По крайней мере, Amazon перестала расти в июле прошлого года. В июле прошлого года. Это при том, что в условиях пандемии все пользуются Amazon. Это в условиях пандемии она перестала расти. А когда пандемия сейчас начинает заканчиваться, все индексы заболеваний, смертей в Штатах резко падают. Просто колоссально падают. Я побоялся залезать сейчас в Amazon. Татьяна просила посмотреть Apple. Мы посмотрели. Евгений. Интересную акцию. Хочет посмотреть акцию Carnival Corporation. Это компания круизов. Таких дешевых круизов. Там молодежь ездит, небогатые люди, весело, все и недорого, и не очень комфортно. Очень популярная фирма. И как раз сегодня в Wall Street Journal была статья о том, что все круизные компании сейчас стали расти. То, что я сказал две минуты или минуты тому назад. Пандемия в Штатах подходит к концу. Наблюдается колоссально резкое падение заболеваемости и смертности. Колоссальное повышение доступности вакцин. Новые компании выходят с вакцинами. И, кстати, для сравнения, Всемирная организация здравоохранения, которая сидит в кармане у компартии Китая, говорит, что вакцина, которая выше 50% эффективна, это хорошая вакцина. Китайская вакцина эффективна 50-55%. Вакцина, которой я привился на прошлой неделе, Модерна, 94 с копейками, а Pfizer 95 с копейками. Небольшое сравнение. Так что я вполне согласен, что круизные компании – это люди засиделись. Люди засиделись. Как только цифры динамика пандемии улучшатся еще, она четко идет на улучшение. То есть это все процесс на полном ходу. То люди начнут рваться в путешествия, в круизы. Уже цены начали повышаться для публики на круизы. Самые дешевые, может, было очень дешево. Я не любитель круизов, поэтому я смотрю со стороны. Но период самых дешевых цен кончился. Цены у круизы начали повышаться. Это перспективная компания Carnival и это перспективная группа компаний. Некоторые компании разорились. Меньше конкурентов. Едем дальше. Алекс. Где-то я это имя видел раньше. Алекс. Акция в ЛОН. QDEL. Незнакомая акция. QDEL. Поскольку я этой акции не знаю, идем на сайт знакомств, чтобы сразу знать про эту девушку. Шутка. Это сайт, который... А. Вы не видите сейчас эту страничку, нет? Нет, нет. Мы видим... А, окей. Сейчас я... Окей. Я помню, как... Я должен снова сделать шеринг. И это будет... Па-па-па-па-па-па-па-па. Где-где-где-где-где? По-моему... По-моему, здесь. Я постараюсь поменьше этого делать, потому что это нарушает как бы ритм нашего мероприятия. Нет, это не то, что я хотел показать. Ставшая. Вот эта акция. Последний раз-то за сегодня делаю. Я добьюсь, чтобы показать ее вам, но после этого я перестану переключаться. Share screen. Где-где-где? Safari FilmWiz. Share. Вот, сейчас вы видите график, да? Да, все отлично. Сегодня мы видим. Вы знаете, это сайт, который... Кстати, он не занимается брокерским делом, так что там нулевая конкуренция с Admiral Markets. То же самое, как BarChart. Они не предлагают брокерских услуг, это не их бизнес. Нулевая конкуренция с Admiral Markets. Так что вы можете смотреть на эти сайты и продолжать пользоваться услугами, профессиональными услугами Admiral Markets. Значит, что я делаю? Когда я выхожу на акцию, с которой я не знаком, я иду на этот сайт, Finviz. И опять-таки, цена входа ноль. Ноль долларов. Так что доступно, даже регистрироваться не надо. Замечательно. Совершенно замечательный сайт. Я уже много лет им пользуюсь и очень советую. Значит, QDEL написано, что это компания здравоохранения, диагностика и исследования. Дивидендов они не платят. Сообщение о доходах они выпустили 18 февраля. То есть, значит, я всегда смотрю на эту цифру, потому что, если, допустим, извещение о доходах будет 1 марта, то я не буду касаться этой акции. Я не хочу покупать или продавать. А потом выходит сообщение, и сюрприз, и акция прыгает. И ты, может быть, повезло, а может быть, наоборот. Так что я всегда проверяю, когда будет сообщение о доходах. И всегда проверяю, каков короткий интерес. Короткий интерес в этой акции 7%. Чуть-чуть повыше. Нормальный короткий интерес – это 2,5%. Это средняя цифра по Нью-Йоркской бирже. Если выше 10%, я считаю, это повыше на процентах. 7%. По-моему, мы сегодня уже говорили о том, что покупать надо дешево, а продавать дорого. Мы про золото говорили тогда. Когда цены поднимаются, народ бежит их покупать. А когда акции или золото опускаются, народ начинает их продавать. Я хочу быть на рынке как домохозяйка. Сегодня консервы эти всегда стоили в последний месяц. Эти консервы QDEL стоили где-то 2,5-240 за баночку. А сегодня их можно купить за 175 за баночку. Давайте купим. Вот такая логика. Естественно, гораздо больше входит в это решение. Я хочу посмотреть недельный график, дневной, сравнить их и так далее. Но когда я смотрю на такого типа график, первая мысль – будем искать покупку. Или не покупку, но не играть на понижение. Уже слишком низко. Я делаю стаб-шер сейчас. И я возвращаюсь к TradeStation. И больше я уже не буду ходить на этот график Finviz. Кстати, Роман, может быть, вы на него выйдете. Если мне нужна будет какая-то цифра, я вас попрошу, вы мне это скажете. Хорошо, я открою и буду держать на готове. Спасибо большое. Едем, значит, QDEL вполне возможно. Анна просит посмотреть на акцию AT&T. Это крупнейшая компания телекоммуникации в Соединенных Штатах. Почему-то, я не знаю почему, все акции телекоммуникационных компаний плохо себя ведут в последние пару месяцев. Как вы видите, это недельный график. Это компания AT&T. Она так лежит на донушке и едва дышит. С другой стороны, это устоявшаяся компания с настоящим продуктом. Все покупают у них контракты на мобильное обслуживание. Они выплачивают дивиденд. То есть, это хорошая акция для пенсионного фонда. Очень многие большие фонды вложены в нее. Выглядит совершенно прилично, только почему-то никуда не идет на недельном графике. Поэтому, если ее покупать, то обязательно стоит подождать ниже зоны ценности. За ней не надо гнаться. Ниже зоны ценности, выше, ниже, выше. Если вы очень внимательно следите перед экраном, у вас есть много времени, можно заниматься покупками ниже зоны ценности, продажами выше. Но это требует большого времени. А закупить ее, если вы собираетесь ее закупить и держать, то только ниже зоны ценности, потому что она никуда не убегает. Едем дальше. Игорь пишет, добрый день, в ноябре я поставил лонг на зибра. Прибыль на сегодня 33,5%. Очень рад за вас, Игорь, очень рад. Все, харп, поздравляю. Конкурс сегодня, Blink. Мы уже смотрели. Blink – это вот та компания про зарядку, электрозарядку, которую я одно время коротил. Прорали ее покупать. Вы знаете, недельный график выглядит совсем не худо. Выглядит совсем не худо. То есть, компания поднимается на горячем воздухе. То есть, у них нет доходов. Они теряют деньги каждый год, каждый квартал, каждый месяц. Они теряют деньги. Но инвесторы вкладывают в эту компанию, потому что надеются, что она в конце концов победит. Может быть, может быть, но со стороны технического анализа колоссальный был удар вниз на этой неделе и откат. То есть, акция проколола зону ценности и вернулась. Она в данный момент котируется по 42 доллара выше зоны ценности. Идем на дневной график. Хвост кенгуру и импульсная система голубая или синяя, как вы хотите сказать. Все? Да? Игорь, я не удивлюсь, если это будет вашей очередной победной сделкой. Когда я вел лагеря биржевиков, я всегда людям говорил, есть секретная оплата, которой не было ни в одном описании. Все так настораживались. Какая оплата? Я говорю, за каждые 100 тысяч долларов, которые вы сделаете после этого лагеря, вы должны поставить мне бутылку пива. Один мужик спрашивает, а в течение какого времени? Я говорю, всю жизнь, за каждые 100 тысяч. Он говорит, почему так много? Я говорю, ну, мужик, ты хорошо умеешь считать, хорошо знаешь, где сэкономить. Поехали дальше. Денис, Данис или Денис хочет посмотреть компанию GTT. Интересные компании смотрим сегодня, интересные акции смотрим сегодня. Опять-таки, это, так сказать, бедный племянник AT&T, American Telegraph and Telephone. Мы смотрели на AT&T, которую Анна просила посмотреть. И я сказал, что для меня загадка, почему акции телекоммуникационных компаний настолько слабы. Вот, компания лежит и едва дышит. Сколько лет этой девушке? Посмотрим. Значит, мой график, вы посмотрите, гляньте, GTT Communications. У меня компьютер настроен на 20-летний график. Значит, эта компания, насколько я вижу здесь, была выпущена в публику 10 лет тому назад. Поднялась от единичек каких-то до 60 долларов и стала падать. Стала падать и сейчас лежит на земле и только дышит. Я называю такие компании падшие ангелы. То есть, компания, которая потеряла больше 90% своей максимальной цены. Максимальная цена была 60 долларов. 10% от 60 долларов до 6. Она стоит 2 доллара. Значит, то есть, все. И теперь произойдет одно из двух. Или эта компания умрет, или оживет. Вы знаете, большинство из них оживают. Но если вы собираетесь, если, Денис, вы собираетесь держать эту компанию, запаситесь терпением. И почитайте побольше про фундаментальную ситуацию с этой компанией. Спешка нулевая, спешки никакой нет. Кстати, у правого края импульсная система красная. Покупать нельзя, пока она не применяет цвет. На дневном графике вижу пробой до новых низов за последние много месяцев. Так что, если вы собираетесь ее покупать, спешка нулевая. Спешка нулевая. Надежда юноши питает. Иногда они сбываются. Вальдемар просит посмотреть акцию очень успешной американской компании, платежный PayPal. Достаем пластинку и играем песню. Вам не нужен синоптик, чтобы знать, в какую сторону дует ветер. Поэтому, глядя на акции такой компании, возникает только один вопрос. Где будем ее покупать и где, если мы будем снимать прибыль? Переходим на дневной график. И мы видим, что в ноябре была паника. И в декабре была маленькая паника. И в январе была маленькая паника. А в конец января еще побольше была паника. И сейчас паника. Ну все, акции, наверное, провалятся. Говорит человек, который смотрит только на графике последнего дня. А человек, который смотрит на более широкую картину, говорит. Возвращение к ценности. Компания торгуется почти все время, переоценена. А вот на этой неделе она упала очень быстренько до уровня ценностей. И уже начинает от него отходить. Вот здесь нужна скорость. Если хватать, это не та вот GTT, телекоммуникационная компания, которая уже год лежит и дышит на ладу. А это компания, которая вот отскочила. И у компании великолепная система доходности. Потому что я знаю, что в Европе она не так популярна, как в Америке. Но здесь у всех, у всех, у очень многих людей есть счет в PayPal. Очень легко послать деньги, очень легко получить деньги. И это было… Есть и другие компании, которые предлагают эту услугу. Мой банк предлагает эту услугу. Но это все новое, к этому нужно привыкать. А PayPal, это уже он стал как бы частью пейзажа. Все им пользуются. И, естественно, если вы кому-то там посылаете 100 долларов, а человек на руки получает 98, то 2 доллара падают на счет этой компании. Прекрасная система. Давайте свою откроем. Интересная акция и привлекательная акция. Виталий хочет посмотреть акции WEC. Очень знакомый тикер. Сейчас надо вспомнить. А, это энергетическая компания какая-то. Виталий, у меня встали вопрос. У меня был очень близкий друг. Лучший друг за всю мою жизнь. Лу Тейлор. Моя книга «Как играть и выигрывать на бирже» посвящена ему. Ну, великолепный был человек. Абсолютно невероятная личность. Невероятная личность. И у него была ужасная привычка. Которая раздражала меня, когда в начале нашей дружбы, вот так вот. Опять. Он мне говорил. Я ему прибегаю, рассказываю какую-то замечательную идею. А он говорит, скептически тянет. What's wrong with this picture? В чем проблема с этой картинкой? Я думал, что действительно он, я ему-то рассказал идею, а он в ней видит какую-то проблему. Оказывается, нет. Он просто считал, что в каждой идее есть проблема. Поэтому этот вопрос задавал постоянно. Лу уже нет. Он умер много лет. Он был старше меня на 35 лет. Он умер тысячу лет тому назад. А я сам себя спрашиваю. What's wrong with this picture? Научился. Так вот, я вот смотрю на эту акцию. Энергетика, нефть прет вверх. Нефть прет вверх. А акция этой энергетической компании тонет. What's wrong with this picture? Что неправильно с этой картинкой? Я не хочу даже разбираться. На пальцы пошли на следующую. Ищем легких задач, а не тяжелых. Виталий предлагает акцию компании FTI. Очень неплохо. Очень неплохо. Очень неплохо. Смотрим на недельный график. Сколько лет этой девушке? В 2011 году, если она вышла на рынок, то акция взлетела до 70 долларов. И с тех пор она там не была больше. А в прошлом году акция упала где-то до 3 доллара, по-моему. Она упала до 3 доллара и 34 цента. 3 доллара – это меньше, чем 70, по-моему, кажется. И с тех пор она базировалась, то есть строила базу в течение нескольких месяцев. А где-то с ноября прошлого года она стала прекрасно расти. Она вырвалась из этой базы. Но в данный момент за последний месяц произошла коррекция. И похоже, что конец этой коррекции на этой неделе. На прошлой неделе недельный график стал красным. Сейчас он синий опять. И когда мы смотрим на дневной график, мы видим такой маленький хвост кенгуру. И похоже, что она достигла дна. Тренд идет вверх. Акция достигла зоны ценности. Упала ниже зоны ценности. Пересекла эту зону и закрылась выше зоны ценности. Чего еще мы ждем? Чтобы она поднялась от 7,5 до 10 долларов, до 12, до 14. После этого мы скажем – да, 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 да. Тренд вверх. В такой ситуации я бы не стал откладывать покупку в долгий ящик. Но опять-таки, я хочу повторить Виталию и всем остальным. Я не могу вам сказать, Виталий, покупай, покупай. Почему? Потому что я не знаю ни вас лично, ни ваше финансовое положение, ни вашу психологию, какая у вас терпимость к риску. Поэтому я просто говорю об этой акции вслух. Тем более, что она у меня самого есть. И единственное, что я хочу добавить к этому – обязательно контроль над риском. Обязательно контроль над риском. В моей книге описано правила 2%, правила 6%. Следуйте этим правилам на все 100%. Рынки очень опасны на самом деле. И контроль над риском – это типичная черта профессионального трейдера. Новички об этом не думают. Роман, час дня в Вермонте, 8 у вас. Хотите продолжим еще несколько минут? Или нам нужно заканчивать? Роман? Жду ответа. Пока жду ответ. Да, мы можем еще несколько акций посмотреть. Может быть, не все. То есть все будут включены в конкурс. Да, да, все мы успеем. Роман, нам надо разработать систему. Я согласен с вами. Как их отсеивать. Хорошей системы пока нет. Я на секунду перейду. Всего три вопроса. Алекс пишет. Добрый день. Не считаете ли вы, что началась медвежья фаза на рынке? Я ответил на этот вопрос. Кто-то под названием Red Car пишет. На акциях каких индустрий лучше работает ваша торговая система? Не столько на акциях индустрии, я смотрю, а на акции, которые движутся. Когда я вам показываю… Я ищу одного из двух. Я ищу или следование за трендом, или разворота. Сегодня я вам показал несколько акций, про которые я сказал. Вам не нужен синоптик, чтобы сказать, куда дует ветер. Вот там работает моя система, когда я называю ее Return to Value. Цена возвращается в зону ценности. Сегодня… Или хвост кенгуру – это точка разворота. То есть система работает на активных акциях. Когда вот акция типа AT&T лежит и еле дышит, то там с моей системой делать нечего. Мало чего. И кто-то спрашивает, скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый анекдот про трейдинг? Я под конец сохраню. Не знаю, что это любимое или нет, но есть что сказать. Так, смотрим дальше. Светлана, ATVI-long. Я иду просто по списку в порядке получения. Может быть, три акции еще возьмем. ATVI-long. Недельный график. Эта компания, кстати, видеоигры делает. Это не моя песня, но, насколько я понимаю, это очень популярная песня. И вам не нужен синоптик, чтобы знать, куда дует ветер. Что происходит у правого края? Возвращение к ценности. Смотрим на дневной график. Цены упали ниже зоны ценности. Моя CD-гистограмма низковата. Индекс силы по низам. Компания в данный момент, что мы разговариваем с вами, компания в данный момент торгуется по 95 долларов и 55 центов. И вот эта точечка показывает, что завтра, если она будет дороже 97, то импульсная система станет синей. Очень неплохо. Очень неплохо. Николай хочет посмотреть акцию компании Light. L-I-T-E. Я даже не знаю, не вспомню, что это за компания. Но менее привлекательная. Менее привлекательная, скажем, чем ATVI, которую я смотрел раньше. Почему? Потому что похоже, что компания достигла пика перед этой пандемией, недельный график, поднялась чуть-чуть выше пика, откатилась. Поднялась чуть-чуть выше пика, откатилась. То есть здесь нет такого крупного тренда вверх. Нет вот этой привлекательности, где говоришь, вам не нужен синоптик. Здесь вам нужен синоптик. Если вам нужен синоптик, то лучше не нужна эта акция. И, наверное, это последняя. Николай. Акции Snap. Вам не нужен синоптик. Что мне не нравится, конечно, это очень сильный тренд вверх. Что мне не нравится в этой акции, это невероятная волатильность ее. Невероятная волатильность, как она упала за эту неделю, как она поднялась. И обычно такая волатильность начинается ближе к пику, ближе к верхушке цен. Да, импульсная система зеленая на недельном графике. Импульсная система зеленая на дневном графике. Но акция колоссально переоценена. И, кстати, еще один сигнал переоценки. Вы знаете, один из моих любимых инструментов – это индекс силы. Я на него накладываю тройной конверт. И когда индекс силы на недельном графике выходит за пределы тройного конверта, это говорит о том, что цена в зоне верхушки. Вот это было на дневном графике, извините. Вот это было в октябре прошлого года. И после этого акция застопорилась на полтора месяца. Это было в начале февраля. Акция застопорилась на пару недель. И опять у нас сигнал такой. Так что, когда я начинаю смотреть на акцию и сказать «чесать себе уголь», я говорю, что же сделать? Все, я отказываюсь на них смотреть. Я ищу легких сделок. Я не ищу трудных выборов. Ищу сделок, которые протягивают руку с экрана, хватают меня за лицо и говорят «вот, вот я, вот я». В данном случае это немножко неразборчивое. На вопрос, что я вам хочу сказать в завершение нашей беседы. Я вызываю индекс S&P, чтобы показать вам, идет совершенно четкий тренд вверх. И периодически маленькие или не очень маленькие паники случаются. И как раз такая паника произошла на этой неделе, а именно вчера, в среду, оговорился, во вторник. И все, эта паника закончилась. Эта паника закончилась, рынок идет опять вверх. Поэтому я не видел много предложений продаж на понижение сегодня. И это хорошо. Я очень люблю играть на понижение, но сегодня это далеко не лучшая игра. Сегодня в смысле, в данной ситуации, когда коррекция произошла и коррекция закончилась. А насчет анекдота. Самое главное на рынке – это цены. Все остальное, индикаторы, то есть все, это помогает. Но самое главное – это цены. Мужик принял какое-то неправильное лекарство, заснул, у него спячка случилась. Спячка случилась. Он месяц проспал, когда вылезает из спячки, звонит своему брокеру и говорит, как там моя акция делает, как там моя акция живет. Брокер говорит, у меня есть для тебя хорошие новости и есть плохие. Мужик ему говорит, ну давай начинай с плохих. Он говорит, знаешь, эта акция, которую мы купили за 67 долларов, она сегодня стоит 15. Мужик говорит, это ужасно, это просто ужасно. А какие деньги потеряны, как это, ах, ах, ах. А какие хорошие новости. Падение было на маленьком объеме. Окей, Роман, я думаю, отговорила роща золота на этом. Спасибо большое, Александр. Я, чтобы вас не задерживать, мы с вами сможем попрощаться. А я также для участников расскажу еще раз правила конкурса. Поэтому если вам нужно убегать, то я вас не задерживаю. У меня последняя часть, я расскажу еще про конкурс для тех, кто как раз участвует. Спасибо большое, Роман. Я побегу на самом деле, потому что тут, как я вам говорил в начале, плотник на крыше, с топором на крыше скалывает лед. Надо посмотреть, что там происходит. Всего хорошего. Да, хорошо, Александр. Спасибо большое. До свидания. Уважаемые участники, я хочу еще раз напомнить по поводу нашего конкурса. Как я уже сказал, те акции, которые мы получили, которые вы видите сейчас перед собой, они участвуют в конкурсе. Как еще раз проходит конкурс. Мы добавляем запись видео, то есть запись сегодняшнего вебинара будет добавлена на наш YouTube-канал. Я сейчас прикладываю еще раз ссылки на YouTube-канал, чтобы вы смогли на него подписаться. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо предложить одну акцию, которая торгуется в Admiral Markets и которая на день следующего вебинара, который у нас будет 31 марта, имеет потенциал как для роста, так и для снижения. Поэтому лучше акции как раз предлагать для разбора примерно за день, за два до вебинара. То есть их не имеет смысла, наверное, предлагать завтра, когда запись вебинара появится, а лучше это сделать как раз ближе к следующей дате нашего следующего вебинара. Тогда вероятность как раз попадания и лучшего результата будет выше. Поэтому завтра ссылка будет, завтра вебинар будет добавлен. И необходимо оставлять именно под последним. Я вижу несколько комментариев, которые были сейчас в чате. То, что, возможно, оставляли комментарий. Но, может быть, это было другое видео. То есть не последнее, а предыдущее. Но в этом случае мы его не учитываем. То есть здесь нужно именно под последним видео. То есть ваша задача – предложить акцию, подписаться на YouTube-канал Admiral Markets, поставить лайк к видео обязательно. И тогда мы также включим вашу акцию в данный конкурс. Постараемся сделать так, чтобы Александр успел ее разобрать. Но если мы не успеем ее разобрать, в любом случае в конкурсе на книгу с автографом Александра Элдера вы участвовать будете. Поэтому оставляйте ваши комментарии по акциям и ваши вопросы. Вопросы вы можете оставлять хоть завтра. То есть здесь, опять же, мы вопросы принимаем именно в комментариях на YouTube-канале. Потому что масса вопросов, у нас огромное количество участников. Мы не успеваем просто разобрать все вопросы, которые поступают именно в чат. Поэтому мы используем такой способ фильтрации. Поэтому если у вас есть вопрос Александру по его системе, по его подходу, оставляйте также под записью видео, которое появится завтра. Сергей, еще раз, куда отправить прогнозы по акциям? Завтра появится видео на YouTube-канале Admiral Markets. Еще раз ссылочки прикладываю. И вот под этим видео нужно оставлять акции, которые мы рассмотрим 31 марта. В ходе следующего как раз вебинара. Я еще раз описание конкурса тоже сделаю. С моей стороны это все. Спасибо большое, уважаемые участники. Спасибо большое за участие. Рад был всех видеть. Я думаю, что рады были видеть Александра. Получили, как всегда, массу полезной информации, которую мы будем использовать. Но мы с вами увидимся через месяц, до 31 марта. Если вы пришли на этот вебинар, то вам на новый регистрироваться уже не требуется. Вам придут напоминания. И мы с вами увидимся еще раз и поговорим, что происходит на рынке. Ну и также я думаю, что у меня для вас уже будет чуть больше информации по поводу индикаторов, которые мы планируем, что будут доступны для клиентов Admiral Markets. И я имею в виду индикаторы Александра. И вы сможете использовать ее в вашей платформе, которую вы скачиваете в Admiral Markets. Поэтому всем желаю хорошего завершения вечера, всем хорошей недели и хороших сделок, что называется, ну лучше системных сделок. Поэтому спасибо за внимание и до свидания.